Постановка ниточек будет реза вылет, из таких же ниточек, как у предыдущей нашей модели. Единственное, что у нас будет большее количество нитей, большее количество нитей, в связи с тем, что большую зону корректно надо захватить, нам надо не только носогубные складочки, но и двухподбородочные складочки, и облаго лица захватить. Как я и говорил, в принципе, в предыдущей модели, в зависимости от того, что мы корректируем, мы выбираем требуемые нити и, соответственно, требуемое количество этих нитей. Анастезия – это самый неприятный этап, но пока у нас сегодня все пациентки достаточно терпеливы, переносит их без особых проблем. Кожа плотненькая, что говорит о хорошей предполагаемой фиксации непосредственно ниточки в мягких тканях. Соответственно, это вкусный показатель хорошего и долгосрочного, опять же, результата. Кроме того, что мы будем угадать эффекты самих нитей в виде поднятия мягких тканей, за счет бенстимулирующей активности ниточки будет улучшаться структурное состояние кожи. То есть, в принципе, пациент увидит, что и сама кожа стала более ровненькая, более свежая, отдохнувшая. Ровненько голову, лежим, отдыхаем. Какие проблемы мы будем решать в данном конкретном случае? Что беспокоит нашу пациентку? Нашу пациентку беспокоит усугубление носогубных складочек. Видим, что все-таки не молодая девушка, как предыдущая пациентка. Соответственно, наша задача максимально разгладить эти складочки. К сожалению, в складочках... Я на секундочку вас посажу, присоснусь. Мы видим, кроме усугубления носогубных складочек, в складочках есть заломочки. И, в принципе, на консультации с пациентом мы обсуждали, что, кроме того, что при падении, в дальнейшем возможно дополнительная коррекция за счет фильтров уже самих заломочков. Но это будет определяться в зависимости от того, насколько наша модель, наш пациент будет удовлетворен результатом. Потому что кто-то говорит, что мне вот этого эффекта лифтинга достаточно. Но опыт показывает, нет предела совершенства. Ложимся. Потому что, когда становится лучше что-то одно, начинает привлекать внимание что-то другое. И, соответственно, пациентки хотят все-таки максимально эстетического результата. Девочки не такие. Я хотел, чтобы все было максимально хорошо. Ну, а тем, кто хочет стареть, как говорится, красиво, да, чтобы, несмотря на воздух просто, лучше выглядеть и замедлить эффективный процесс, вполне достаточно постановки будет некий. без использования дополнительных каких-то манипуляций. А если говорить о комплексном подходе к коррекции внешности, возрастных изменений коррекции, то насколько совместимы процедуры нитевого лифтинга и процедура мутурной пластики, филлера? Я над кушеткой приподнимаю, над кушеткой сгибаю. Вот так вот, хорошо, чуть повыше. Хорошо, замрем, замрем. Значит, то, что касается совместимости нитевых методик, положимся. С другими косметологическими процедурами. С этого момента руки к лицу не поднимаем. Если что-то беспокоит, все говорим нет. Носик почесать, шапочку по пролицам не говорим. Нити совместимы практически со всеми косметологическими процедурами. Будь то инъекционные методики или аппаратные методики. Просто с некоторыми процедурами требуется соблюдать достаточно выраженные интервалы. А с некоторыми процедурами можно совмещать вот этот момент. Если мы говорим об введении филлеров на основе гиуроновой кислоты, то данная процедура может проводиться в соседних зонах хоть одномоментно. То есть, если мы, например, работали в области носогубных складочек только нитями, а губоподбородочные складочки захотели бы подкорректировать филлеров. Соответственно, это можно сделать одномоментно. Или там в височную область поколоть филлами. Если выполняется процедура в одной и той же зоне. Технически мы можем сделать это все одномоментно. Это не мешает одному другому с точки зрения совместимости препаратов. Но, в техническом моментах, если мы хотим максимально правильную эстетическую коррекцию, то каждый последующий этап какого-то преображения, улучшения, он должен выполняться после завершения реабилитации от предыдущего этапа. Иногда от этих правил мы вступаем. В следствии необходимости сокращения реабилитационного периода. Либо если пациент приезжает из других регионов и не может пройти дополнительные процедуры уже в других регионах. Соответственно, мы можем сначала ввести филлер для того, чтобы разгладить заломчики, потом провести анестезию и ввести нити. Но тогда мы работаем просто на разной глубине. Филлеры вводятся непосредственно в кожу, в дерму. А нити идут уже глубже. Они идут с похожей вот клетчатки, то есть под, собственно, кожей. И, соответственно, друг другу они никак не мешают. Или там, восполняем утерянные объемы щечки, когда филлер вводится в область скулы. Есть препараты, которые до момента вводить не рекомендуется. Это могут быть препараты на основе гидроксиапатита калиса, например. То есть они биосовместимы, но на одной глубине и в одно и то же время на бочок. Лучше данный препарат не использовать. Спиртик, не пугаемся. Сейчас будем протирать все. Будет опять невкусно плавнуть. Поэтому при введении и при использовании таких препаратов мы соблюдаем определенный временный интервал. Интервал может достигать даже полугода, года, например. Но, тем не менее, это все нужно делать. Насчет аппаратных методик. Сейчас очень много исследований. И наши коллеги, например, из Калининграда, провели очень хорошее исследование совмещения нитевой имплантации с применением аппаратного ультразвукового смаз-лифтинга. И больно здесь? Очень часто как раз таки процедуры не просто совместимы, они эстетически и физиологически дополняют друг друга. Потому что не все может сделать нить, несмотря на то, что она обладает хорошим биостимулирующим эффектом. Основной эффект все-таки наблюдается рядом с нитью. Если мы уйдем на несколько сантиметров в сторону, такого яркого биостимулирующего эффекта мы, естественно, не увидим. А для того, чтобы эффект от проведенной процедуры с нитями, да вообще с любой эстетической процедуры, наблюдался максимально долго, желательно, я бы сказал, даже обязательно, применение процедур, направленных на замедление всех негативных процессов. Это базис косметологии, то, что требуется делать всем пациентам, вне зависимости от возраста. Это процедура мезотерапии. Так как препаратов сейчас огромное количество для мезотерапии, и чуть по-разному эффект идёт, механизм действия чуть разный, то они сейчас начали носить огромное количество названий. Биоревитализация, биорепарация, собственная мезотерапия. Но, в сути дела, от этого не меняется. Это введение препаратов, которые дают структурное улучшение состояния непосредственно кожи. в области введения. Потому что это может быть на лице и на теле. Поэтому, ну как минимум раз в году, курсом. А в идеале, хотя бы раз в несколько месяцев, но однократно, желательно проводить такие процедуры. Аппаратные методики, очень часто мы, по крайней мере, используем для выравнивания текстуры кожи, то есть устранения явлений пласта, расширенных пор, потому что с возрастом у нас поры становятся более широкие, более заметные. Поэтому работать с подъемом мягких тканей, не улучшая структурное состояние кожи, это тоже не всегда правильно. Аппаратные методики вы рекомендуете до нитевой облантологии пройти? За какой период, если до? Разные подходы есть. К сожалению, опять же, мы вынуждены идти не всегда по пути идеальным. Почему? Потому что на все влияет наша социализация. То есть у каждого человека есть свои какие-то возможности, не только финансовые, но и временные для того, чтобы проходить процедуру. И реабилитация от разных процедур может составлять разное время. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы использовать аппаратные методики, можно их использовать и до процедур нитевой облантологии, и после. Просто, опять же, соблюдать нас за интервалом между процедурами. если мы проводим какую-то лазерную шлифовку, лазерное омоложение до постановки нитей, то после лазера должна пройти реабилитация. Это хотя бы недель. мы можем не ждать наступления эффекта от пройденной процедуры, но реабилитация в виде отека, в виде красноты, она должна пройти, потому что мы используем, как вы видите, большого количества спиртовых растворов в работе. Если была уже травма кожи, незадолго для этого, то применение спиртовых растворов в данной ситуации может достаточно сильно дополнительно травмировать кожу, что усилит реабилитацию от нити, постановки нити. Если мы хотим провести аппаратные методики после нитей, то мы должны учитывать самое главное ограничение, это ограничение по механическому воздействию. То есть 2 недели после процедуры минимум, а лучше 3 недели. Не массировать лицо, не подпирать ручками, не заниматься спортом, не спать на лице. А многие аппаратные методики требуют давления на ткани. То есть приложение манипулы, датчика, которое оказывает давление. А если оказывается давление, то уже процедура должна проводиться после того, как нить зафиксируется. Когда можно будет уже смело надавливать на кожу пациента. Если аппаратная методика не создает видимого отека, если процедура аппаратная не требует давления на ткани, то ее можно проводить хоть на следующий день. Если, например, бывают проблемы со здоровьем, поставили нить, а через несколько дней, не дай Бог, человек заболел, у него гайморит, и требуется проведение физиопроцедур, таких как УВЧ. То есть контактная процедура, датчики находятся на расстоянии от кожи. Это никак не мешает постановке нити. Поставленной, точнее, нити. То есть можно смело и нужно проводить лечебные мероприятия. Потому что это требует общее состояние здоровья. Нити не металлизированные. Соответственно, опять же одно из запасений ряда пациентов, это то, что не будет ли они звенеть при проходе металлодетектора, не надо ли будет объяснять там на таможне или при проходении контроля, что у тебя там в ткани. Поэтому они не звенят. Это раз. Максимум, что на таможне ему придется объяснить, почему лучше выглядеть, чем на паспорте. Фотографированные. И такие случаи достаточно часто происходят. Поэтому такая посредованная реклама в таможенной службе, пограничной службе. Различные государства у нас есть. Мы никогда не торопимся. Поэтому эфир немножечко у нас смещается по времени. Могу только принести извинения всем зрителям. У нас хорошо все укладывается. Когда проведем процедуру, наши доктора никогда не торопятся лучше извиниться перед следующим пациентом, чем что-то сделать не так во время процедуры. Какие ощущения может испытывать пациент во время процедуры? То, что боли нет, мы уже поняли. Болевые ощущения могут присутствовать, если где-то что-то не до калории анестезии. Но обычно анестезию стараемся выполнить максимально в полном объеме, поэтому болевых ощущений нет. Единственный момент, что есть пациенты, которые по тем или иным причинам не хотят или не переносят анестезию. В принципе, данная процедура вполне терпимо переносится и без анестезии. Как бы это страшно не звучало, но на глубине проведения нити, то есть, по сути дела, подкожевые клетчатки, нервных окончаний практически нет. И болевые ощущения всегда минимальны. Когда мы начинали работать с нитевыми имплантами, мы вообще выполняли анестезию только в точках прокола кожи. То есть, по ходу ниточки иголочка шла, работали иглами, не был конюль, иголочка шла без анестезии, и это было вполне легко переносимо нашими пациентами. По крайней мере, никто не вскакивал, с процедуры не убегал. Но так как есть возможность максимальная это все обезболить, потому что это еще и психологически достаточно такой хороший комфортный пациент, мы стараемся обезболить все. Естественно, опять же, есть ощущение давления, потому что мы давим на ткани, и одной ручкой немножечко придавливаю, и проталкиваю нити проводник, то есть, конюльку, это все тоже ощущается. Есть звуковое сопровождение похрустывания. В эфире вы этого не услышите, потому что оно, во-первых, не громкое, я больше его чувствую, а пациент слышит, потому что есть у нас так называемая тканная проводимость, то есть, эти звуки проводятся по, собственно, тканям тела. Ну, ничего страшного какого-то, катастрофичного в них нет. Вот основные негативные такие моменты, которые сопровождают саму процедуру. Обычно во время процедуры мы с пациентом общаемся, это просто сейчас я разговариваю много, а так обычно прошу пациента говорить, рассказывать о своей жизни, чем занимаются, где работают, семейное положение и так далее. И пока человек рассказывает это все, он отвлекается, меньше концентрирует внимание на непосредственно самой процедуре, легче все переносится. Поэтому не удивляйтесь, если доктор начнет вас расспрашивать о личной жизни, поверьте, это не для того, чтобы о вас узнать все, что только можно и нельзя, а именно для того, чтобы процедура для вас прошла комфортнее. Сколько ниточек на одну сторону мы ставим в этом случае? В данной ситуации у нас получается 8 ниточек на сторону, но у нас тут останется еще один хороший кусочек ниточки, поэтому мы будем ставить 9 проходов, 9 ниточек с каждой стороны. От пациентов часто поступают вопросы, как я смогу рассчитать стоимость процедуры, как мне понять, сколько нити мне понадобится, что делать в этом случае? На самом деле, ведущие европейские производители и в принципе даже ведущие азиатские производители, они выпускают нити достаточно большими наборами, то есть минимум 4 штуки в индивидуальной упаковке. Для чего это сделано? Для того, чтобы не было соблазна у пациентов и у докторов ставить маленькое количество нити, потому что я уже говорил, еще раз повторюсь, степень выраженности и длительность результата напрямую зависит от количества имплантированных нитей. Поэтому меньше 4 нитей в любом случае не рассчитывайте, а в зависимости от того, в какую область корректируется, степень провисания, мягких тканей, возраст, или от других составляющих, количество нитей может быть армирующих именно нитей, и 10, и 12 штук. Это нормально. Больше 12 лет когда бывает, но в исключительный случай может быть. На щечную скловую область, если вам надо корректировать несколько областей, если вы хотите приподнять мягкие ткани, области лба армирующими нитями, чечную скловую область, подчелюстную область и шею, конечно, там может быть огромное количество нитей. Я сейчас еще раз хочу уточнить, вам говорю про армирующие нити. Лифтинговые нити имеют жесткую точку фиксации, имеют совсем другую структуру, и мы будем смотреть следующих пациентов с лифтинговыми нитями. Там определяется не только количество нитей, устанавливаемого от пациента, а методом постановки и самой нитью. То есть одна нить, лифтинговая, оказывает более выраженный эффект натяжения, чем даже несколько армирующих нитей, за счет того, что она имеет жесткую точку фиксации. Это все равно, что если сравнить, три КамАЗа, стоящих на льду, пытается утянуть какой-то груз большой. И один небольшой автомобиль, который находится на твердой поверхности, с хорошим сцеплением колес. Мощность двигателя не всегда является основополагающей в том, чтобы транспортировать груз. Иногда важнее степень сцепления колес, чем то, какой это автомобиль. Одну сторону мы закончили. Приступаем к процедуре на второй стороне нашей пациентки. Левая сторона более опущена. И мы это с пациентом обсудили до процедуры. Соответственно, я на это обратил внимание до процедуры. Соответственно, левую сторону мы будем пытаться приподнять сильнее, максимально сгладить вот эту физиологическую, сформировавшуюся асимметрию. Почему развивается асимметрия, появляется с возрастом асимметрия? Потому что мы по-разному пользуемся мышцами лица. Живем преимущественно на одну сторону, спим преимущественно на одной стороне. И за счет разного функционала мышц, разной нагрузки на мышцы, на окружающей ткани, асимметрия у нас может проявляться и усиливаться. Если говорить с точки зрения эстетической, если не важно, то, конечно, спать вообще лучше на спинке, для того, чтобы мягкие ткани все время тянулись до затылка, не оттягиваясь в обратную сторону. А еще лучше, когда мы дополнительно спим в специальной конгрессионной повязочке. Не только после процедуры, но на постоянной основе. И, кстати, многие пациенты, которые считали, что невозможно спать на спине, это действительно одно из самых тяжелых моментов в реабилитации. Потом начинают достаточно спокойно переносить это положение и в дальнейшем, даже когда ограничения уже не требуется, продолжают спать на спине. В любом случае какие-то усилия временные не потребуются. Поэтому пациенту, например, я говорю, что на следующий день на работу лучше не рассчитывать. Не будет, допустим, болевых ощущений, все хорошо проходит в реабилитации. Но вот это непривычное положение для сна, оно дает нам просто нормально отдохнуть. Когда человек хорошо не отдыхает, он не может хорошо и полноценно работать. Поэтому лучше, конечно, когда на следующий день после процедуры у вас будет выходной, вам не потребуется никуда идти. вне зависимости, говорю еще раз, от каких-то эстетических реабилитационных моментов. Потому что все, что касается негативных моментов, они связаны с синячками, могут быть, а могут не быть. И чаще их нету. Но морально, всегда надо готовиться к тому, что синячок будет. В любом случае, это временное явление, он пройдет. За счет того, что мы немножечко на разной глубине работаем, вот если заметно на экране, что мне в некоторых местах тяжелее проходить мягкие ткани, есть спаечки, возможно, это от каких-то ранее проведенных процедур, возможно, это спаечки, связанные с воспалительными процессами, в юности, то есть с акне, так называемыми, или с углевыми высыпаниями. Но это нам не мешает проведение непосредственно собственной процедуры, собственной ниточки, а вот эти элементы плотненькие будут дополнительно являться опорой для насечек. Много времени, как вы видите, отнимают технические моменты, то есть непосредственно не постановка проведения ниточки, а подготовка самой ниточки, продеваем ее в нитепроводник, и все вне экрана засовываем ниточку в нитепроводник аккуратненько, чтобы не повредить насечник. Поэтому сама процедура получается еще короче, чем то время, которое на нее отводится. Какой вопрос? Если понадобится в дальнейшем, после нитевой имплантологии, через несколько лет пластическая операция, фейслифтинг, то помешают ли нити? То есть это один из таких вот, мне кажется, самых... Да, это один из самых таких важных, часто задаваемых вопросов, и неоднозначных. Почему неоднозначных? Потому что пластические хирурги косметолог ответят по-разному. Так вот, даже разные пластические хирурги скажут по-разному. Если говорить глобально, глобально ничего, что делает косметолог, не мешает работе пластической хирургой. Если говорить локально, любая манипуляция косметологическая, в том числе и нити, будут частично затруднять работу пластического хирурга. Почему? Во время смаз-крифтинга, когда требуется диссекция ткани, когда требуется отслоение ткани, все что вызывает там спаечки, в том числе наличие когда-то нитевой комплантантов, либо если они не биодеградированы, то есть если они не рассасыванные, то реальное наличие нитей, ну будет конечно замедлять, затруднять где-то работу пластического хирурга, но как говорят хирурги, которые давно уже сталкиваются с нитей, используют даже в своей практике активно нитевые методики, приходится чаще тащить ножницы, вот и все, на что влияет и чем мешают нити, то есть немножечко продлят длительность операции, из-за того, что эти ниточки либо надо удалять, либо те спаечки, соединительная ткань, которая сформировалась после постановки ниточек, надо отделить, разделить. Конечно, проще им, когда ниточки рассасываемые, спаечки разделять всегда проще, но и наличие нерассасываемых нитей в конечном итоге не мешает проведению пластической операции. Когда-то, лет, наверное, 10 назад уже, если не больше, перед пластическим операциям, периодически приходили у пациента на удаление нити, то есть через небольшие проходчики, с помощью крючочка, мы находили ниточку, ее выводили из ткани, вытягивали, ну и, соответственно, возвращали пациента к пластическому хирургу, потому что хирурги не знали, что такое нити, с чем их едят, и чтобы вам ничего не мешало, просили удалить. Сейчас таких пациентов, ну, не то, что практически, их нету, но хирурги сами прекрасно все знают, прекрасно умеют, и, как я сказал, очень часто в своей практике начинают использовать нитевые методики для усиления эффективности пластической операции, потому что есть области, где пластика, ну, достаточно ограниченно может создать результат, например, подчелюстная область, шейная область, потому что разрез из зоны, где идет диссекция ткани, удаление, он находится далеко от той области, которую надо подтянуть. А если хирург не может до нее добраться, то, естественно, он не может ее очень эффективно подтягивать. Поэтому хирург истекает избыток кожи, подшивая там фиксирует более глубокие элементы, то есть элементы мышечно-фациального комплекса. А за счет нитей приподнимает и смещает к области истечения тканей, те ткани, которые не смог затянуть во время операции. И получается максимально выраженный результат. Когда у нас еще активно работало отделение пластической хирургии, мы использовали методику дабл лифт. Эта методика поднимывает одновременно постановку нитей и истечения мягких тканей, избытка мягких тканей. Вот на следующих пациентах вы увидите, что при постановке лифтинговых нитей для коррекции нижней трети лица формировается достаточно выраженная складка кожи в околовушной области. Соответственно вот эту складочку мы истекали сразу во время процедуры. Так как для истечения кожной складки не требовался ухий наркоз, проводилась процедура под местной анестезией, нагрузка на организм также минимальна, риски какие-то минимальны, потому что работали пластики, тоже вдаляют крупных нервов, крупных сосудов. Вот сейчас пациентка даже немножечко дернулась, где-то немножко больновато было. Вот, соответственно и реабилитация была достаточно короткая, то есть короче чем от полноценной пластической операции и длительность результата создавалась более высокая чем от классической постановки нити, потому что избыток кожи удалялся. Но любой разрез подразумевает под собой наличие операционной и по сути дела методика считается хирургической. В связи с тем, что законодательно у нас в прошлом году извинились требования к клинику пластической хирургии, но пока временно в пластической хирургии операции пластической не проводим. Поэтому данную методику сейчас не используем, к сожалению. Хотя сама по себе она достаточно хорошая и неглухо себя зарекомендовала. А если не иссякать эту кожную складочку, то куда она в итоге делится? Она так и останется или потом как-то в течение времени куда-то исчезнет? Значит, данная складка, она уходит, может достаточно долго сохраняться, но уходит за счет нескольких факторов. Первый фактор связан с тем, что кожа имеет определенный резерв к сокращению. Мы снимаем нагрузку с мягкой ткани и даем возможность коже сокращаться. Плюс перед этим мы травмировали мягкие ткани, запустили процесс регенерации и соответственно это тоже способствует сокращению кожного воздуха. Второй момент. Мы всегда делаем гиперкоррекцию с учетом того, что насечки у ниточки сядут в свои гнездышки. Это даст свое небольшое ослабление, уйдет отек, будет небольшое ослабление. И за счет этого тоже складочка немножечко сглаживается. Но скорость разглаживания складочки, она разная. У кого-то на это требуется буквально несколько недель, а у кого-то и несколько месяцев. Связано это как раз со скоростью регенерации ткани, с ответной реакцией организма и как и с биостимулирующими нитями. Поэтому мы не можем точно сказать, как долго будет держаться складочка. Но я всем пациентам говорю, что не надо рассчитывать, что быстренько за месяц она разгладится. Основной негативный момент с такой самой некрасивой грубой складочкой. Он наблюдается в течение недели, ну максимум 10 дней. Обычно через неделю складочка практически вся остается только в заушной области и передушком там минимальная. Но полностью, как я и сказал, она может разглаживаться достаточно долго, хотя уходит. И все становится очень ровненько, очень естественно. Вот, мы процедуру закончили, присаживаемся. Такое немножечко хомячковатое, если это нормальное явление. Но видим, что самим нависанием в области на самую складочку значительно стало меньше. То есть тот эффект при поднятии мягкой ткани, которым мы хотели добиться, он произошел. Будет чуть-чуть физиологическое ослабление, потом естественно будет более такой естественный вид. Но за счет увлотнения ткани дополнительно будет эффект натяжения усиливаться. Так. 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 Продолжение следует...